Парад военных кораблей, реконструкция одного из сражений Великой Отечественной и флотская каша в Самаре вместе со всей страной готовятся масштабно отметить день ВМФ. Военно-морскому флоту России 31 июля исполняется 320 лет. Чем удивят военные моряки в этом году, узнал Николай Козлов. По традиции в последнее воскресенье июля ладья на Самарской набережной становится местом встречи военных моряков и морских пехотинцев. С 2013 года в этот день сюда стали приходить не только те, кто служил на флоте. Торжественное мероприятие собирает настоящий аншлаг. Один из самых любимых праздников было в советские времена, потому что моряки были гордостью вооруженных сил всех. Это красота, бескозырка, романтика. Вот эту романтику мы уже очередной раз увидим здесь, на набережной. Мы благодаря ребятам, которые прошли службу в военно-морском флоте, их настойчивости, упорству, хорошим отношениям с партией «Единая Россия». Вместе мы проводим несколько раз уже это мероприятие. По традиции гостей ждет развлекательная часть парад военных кораблей и кораблей МЧС, а также шоу-реконструкция керманского десанта. Но самое главное – торжественное построение военных моряков, насыщенная концертная программа и, разумеется, полевая кухня с настоящей флотской кашей. В прошлом году праздник собрал свыше 12 тысяч человек. В этом году он обещает быть еще масштабнее. За четыре года, которые проходит этот праздник при поддержке правительства Самарской области, лично Николая Ивановича Меркушкина, этот праздник вышел на новый абсолютный уровень. Но, несмотря на это, существуют индивидуумы, конкретно депутат в Бескозырке, у меня есть один знакомый, который постоянно пытается перетянуть одеяло на себя со словами, что вот это мы, это мы, это мы. На самом деле, ребята, которые служат на флоте, они этот праздник чтят, никогда не выпячивают себя вперед. И при помощи правительства на сегодняшний день этот праздник превратился в семейное торжество. Во вторник в районе Ладии состоялась последняя рекогносцировка на местности. Все городские службы сообщили, что к празднику готовы. Николай Козлов, Александр Каракулько, Новости губернии.